Дорогие друзья, уважаемые товарищи, здравствуй Ленинград, здравствуй Питер, здравствуй город Герой, город революционной, воинской и трудовой славы. Город Ленина. Ленину всего было 25 лет, когда он засел за работу о развитии капитализма в России. Он пролопатил 500 источников и пришел к гениальному научному и политическому заключению, что капитализм в России периферийный, что он отсталый капитализм и обслуживает прежде всего интересы банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Что неизбежно ведущие страны Европы схватятся за новый передел мира и втянут в Россию в эту смертоносную бойню. И в этой бойне невозможно отсталой стране выиграть и одержать победу, что неизбежно забудет Российскую Федерацию. И тогда придется ее восстанавливать с помощью новой идеи. Идеи справедливости, труда, дружбы и равенства. Он прекрасно понимал, что не забрать державу на идее русского национализма и имперской, нам придется объединить труд и справедливость. Для этого нужна партия нового типа и создал такую блестящую партию. Сумел ее организовать, сумел издать газету «Правда», сумел обратиться ко всем граждан страны и поднять высоко красное знамя труда на планете. На всю планету прозвучали его удивительные лозунги. Только Ленин мог в эту пору произнести эти слова. «Мир народам», «Хлеб холодным», «Земля крестьянам», «Заводы рабочим», «Власть советам». И планета ее услышала. Услышали прежде всего люди труда, умом и талантом которых создаются главные ценности на земле. Услышали его колониальные народы, из которых капитал выжимал последние соки. Услышали его и солдаты, гниющие в окопах Первой мировой войны. Здесь рядом крейсер «Аврора». Его выстрел тоже всколыхнул и разбудил всю планету. А прожитера светили не только землей, но и прорезали тьму капиталистического рабства. И на планете родилось новое общество, новая страна, где труд правил, где братство и товарищество ценились превыше всего. Всякая ложь и гнусности о Великом Октябре и Ленине не заслуживает нашего внимания. Это был Теней, который сумел ответить на все вызовы времени. На империалистическую войну, декретом Америем. На голод, предложением земли и хлеба. На дикую инфляцию, предложением советского золотого червонца, который стал дороже доллара. И оказал огромное влияние на восстановление страны. На бандитизм и терроризм всезвычайной комиссии, который возглавил легендарный Держинский. Советская власть сумела ответить на все вызовы. На вызовы фашистской Германии и на шесть тех полчей Антанты ответили Красной Армией и великолепной новой техникой. За 10 лет построили 12 тысяч заводов, создали лучшие научные школы, сумели создать технику, которая оказалась непосильной гитлеру. И всему ее вермахту, который подмял под себя всю хваленную Европу, подчерил все заводы фабрики Порты. Красная Армия оказалась армией победительной. Но хочу вам всем напомнить, мы победили прежде всего потому, что Ленин начинал всеобыча и культурные революции. Что он заявил, можно стать коммунистом не тогда, когда обогатили свою память, знания богатства, которые выработало человечество. За один год было создано 100 педагогических кузов и подготовлены супер-классные кадры. В 1958 году, после нашей победы, была первая всемирная выставка-ярмарка в Брюсселе. Вся планета ходила вокруг советского павлиона и поражалась. Там демонстрировался первый в мире спутник, который был в гостях у Всевышнего. Там показывали первый в мире самоходный комбайн, который изготовили рабочие и инженеры Россельмаша. Там был образец первой атомной станции, которая работала не на войну, а на мир. Она уже была построена под Москвой в Обнинске. Там демонстрировали Волгу-21, которая была признана лучшим легковым автомобилем мира. Это было гигантское достижение великой советской державы и ленинской создателей политики. После 1991 года, когда идеи октября, идеи Ленина, идеи советской власти были преданы, перед поддушами и мерзавцами, многое посыпалось. Советская страна давала 20% мировой продукции. Каждое третье научное изобретение, каждый третий пассажир в мире летал в айгерах и тушках. Сегодня мы производим 3% инэродромов из 10 самолетов, 9 чужие. Я уверен, что можно поправить. Социализм стучится в двери окна. Новый тяжелый кризис системный охватил всю планету и снова запахло войной. Сегодня, накануне 100-летия Великого Октября, хочу всем напомнить, всем, кто обладает на санкции и грозит новой войной. Из Первой мировой войны нас вывел Великий Октябрь. Из Второй мировой войны нас вывела Великая Победа. Но красное знамя над Истагом – это знамя Ленина, знамя Октября. И сегодня человечество спасет единство левых и народно-патриотических сил, спасет социализм. Я благодарю всех друзей и моих товарищей, которые приехали в Ленинград и два дня заседали в Табрическом. 100 с лишним представителей со всех концов света выступили с идеями обновленного социализма, сплощения трудящихся и построения справедливого общества. Праздник Великого Октября – это праздник будущего. Я уверен, что красный день кандаря будет восстановлен, но я хочу прямо за ним. Компартия России следует лучшим традициям, начерпанным Лениным и Ленинско-Ставинской нейтрализацией. Мы подготовили программу «Тисяча шагов достойной жизни». Уверенно, вместе с друзьями будем ее выполнять. Будущее за социализмом! Да здравствует Великий Октябрь! Да здравствует народ победитель! Да здравствует социалист! Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...